Ах, эти тучи в голову напоминают море. Первые теплые майские дни всегда напоминают о главном празднике для всей страны. В канун Великой Победы во Дворце ветеранов прошел концерт, посвященный Победе 1945 года. 27 миллионов погибло в годы Великой Отечественной войны. Это если минута молчания на одного человека, то это получится 50 лет. Это ужасно. И они забыто не имеют права почему. С нашей стороны это долг и обязанность. Пока пандемия не отступила, все праздничные программы претерпели корректировку. Основные события, организованные Дворцом ветеранов, были перенесены в Парк Победы, а также на онлайн-площадки. Остальные прошли с учетом строгих антиковидных мер. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в планы нашей работы. Все мероприятия мы проводим с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Но, тем не менее, ищем разные варианты проведения этих мероприятий. Учитывая всю эту ситуацию, мы рады даже вот увидеться со своими. Вот такой у нас дворец прекрасный ветеранов. А куда, знаете, вот с большой такой вот, ну, душой, что ли, идешь сюда. У меня эмоции всегда слез на глазах. Я, когда смотрю такие концерты, у меня сразу внутри все переворачивается. Эмоции просто зашкаливают. Концерт в честь 9 мая дал старт праздничной программе, посвященной Дню Победы. Это и балы, акция «Сирень Победы», памятные встречи и открытые концерты. И экскурсии в Военные музеи Самары. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.